I have ways of blowing things up. Я честно вам скажу, я прошел небольшой туториал, потому что выглядело все абсолютно по-другому. Здесь у нас... Кстати, вот это вот с Лондоном, оно выглядит... Ну, бэкграунд выглядит как в мини-метро, посмотрите. Поехали мы в LA, наверное, сначала. Ну, начнем сначала. Я не знаю, что нам нужно... Давайте посмотрим, что нам нужно. Ага, 300, 400, 300, 300. Короче, да, тут у нас уже ни разу не тысяча, потому что тут условия абсолютно другие. Тут играется... Ну, не то чтобы тяжелее, оно играется по-другому. Но объем пассажиров перевезенных, конечно, не такой большой, как в метро. Поехали попробуем. Я не знаю пока, что как это все. Я играю первый раз, я только что зашел буквально минут 10, повтыкал в туториал, чтобы хотя бы понять основные принципы, как здесь что работает. Пока что вроде как выглядит все относительно просто. Ну, как обычно в этих играх просто не бывает, поэтому... Пока что как есть. Если будут какие-то мысли, советы, рекомендации по этой игре, тоже пишите, пожалуйста. Кстати, я переключил в ночной режим, чтобы было интересно. С этим связано, что они сейчас с фарами ездят, потому что я в ночном режиме. Это да, это прикольненько. Я так же включил себе режим вот этого вот, чтобы стирать правой кнопкой мыши. Не знаю. Тут есть вон режим стирания, режим стройки. Они, кстати, отличаются. Видите, подсвет немножечко. Но я оставил вот эту фишку с правой кнопкой. Мне она показалась удобной. Я надеюсь, что я об этом не пожалею. В любом случае ее можно отключить в менюшке в любой момент. Я все так же... О, на стрелке можно вот так вот паузу, play и fast forward. Я понял. Так, нам нужно... Пока что мы будем пользоваться одной дорогой, но потом, возможно... Нам придется с этим что-то сделать. Тут у нас немножечко другие правила. Вот эти домики, которые появляются, мы их можем, в принципе, не подсоединять. Проблема в том, что чем больше вот этих домиков, из которых выезжают машины, тем быстрее у нас опустошаются торговые центры. Нам нужно собирать вот эти вот destinations, то есть пункты назначения. Давай, как-то звучит. Вот. Вот, поэтому... Возможно, нам стоит потом создать перекресток. Возможно, нам стоит сейчас создать перекресток. Сколько он оставился? У нас еще один оставился, один мостик. Так, что нам выбрать? Круговое движение или светофор? Давайте возьмем светофор и 20 tiles. Вот так вот мы сделаем пока что. Во! Прям идеально. Этот пока что сюда. И светофор один мы глупим вот сюда. У нас есть те, кто едут в желтый, и есть те, кто едут в красный. Они, как обычно, расположены по разному концу. Ладно, пока у нас хватает tiles для строения дорог, мы будем их строить и там посмотрим. На самом деле это интересно. Вы писали в комментах, что типа, это похожая игра, но она интересней. Я не знаю, насколько она интересней. Она выглядит очень интересно. Тут механики абсолютно другие, и это не выглядит как попытка просто нажиться на том, что уже было. Нет, это выглядит как абсолютно новая игра. Она качественно сделана, хорошо, приятно тут, опять же, хорошо находиться. Поэтому мне пока что все очень нравится. Ну, опять же, у нас со временем прорисовываются какие-то небольшие недостатки, которые есть и в мини-метро. Посмотрим, какие будут здесь. Но я не думаю, что они будут настолько критичными, чтобы это как-то сломало кайф, скажем так. Поэтому сидим, играем, кайфуем. Посмотрим сейчас, как пойдет. Синий торговый центр. Кстати. Вот так, да? Домики-то поворачивать можно, я про это забыл. А торговый центр можно поворачивать? Нет, подожди, подожди, подожди. Да, что ты делаешь? Что ты делаешь, блин? Нет, прикиньте, торговый центр нельзя поворачивать. Да сейчас уже не весело, потому что голубым придется ехать очень далеко, чтобы обслуживать... Ну, обслуживать... Покупать в том торговом центре. Так, светофор. И 30 кусков... Нет, давайте два светофора и еще куски. Тогда подождите. Мне это невыгодно. Невыгодно вот так. Значит, ну, по идее, дома поворачивать можно, торговые центры поворачивать нельзя. Это печально. Нет. Вот так сделаем. Neighborhood. И здесь тогда нужна прямая дорога. И здесь. Вот так вот сделаем. Будет более цивильненько выглядеть. Вот такую развязку сделаем. А тогда с... Нет, там я пока оставлю как есть. Нет, тогда проще красного сюда пустить. А этого красного сюда. Зачем мне такая длинная дорога? Пусть он сюда выезжает. А, слушайте, я могу сделать... Подожди. Нет, двухполосную дорогу я сделать не могу. Это печально. Сюда будешь выезжать. Пока что у нас трафик неплохой. Он, как говорится, плывет. Flow. А, 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 стой. У нас тут лишний торгов... Ммм. Сюда. Сюда. Блин, оно развилось в какой-то огромнейший торговый центр. Мост или... О, моторвей. Моторвей нам дают. Давайте. Это я, конечно... Мост у нас один есть, в принципе. Вот мы тут мостиком воспользуемся. Хочу ли я куда-то моторвые делать, посмотрим. Да ладно, тут целый райончик желтый, который собирается... Тут их нельзя, нельзя, к сожалению. Так, сотенка у нас уже, сотня доставленных заказов. Я, в принципе, понимаю, что я сейчас сделаю не идеально, пожалуй, но... Так, кстати, тут, чтобы светофор работал, надо вот так вот сделать... Они, в принципе, едут по светофору или нет? Потому что, мне кажется, они... Тупо едут, как хотят. Тут у нас куча желтых готовых тачек, но они просто не нужны, потому что те желтые, которые у нас есть, они, в принципе, нормально обслуживают и справляются. Давайте мы сюда, кстати, наверное, сделаем еще и второй подъезд. О-о-о, красно-торговый центр с возможностью на два подъезда. Я понимаю, что у меня есть моторвей, мне нужно как-то его более... Более удобно использовать. Так, что у нас еще один мост. Я бы взял, на самом деле, еще один мост. Сделать вот так вот, чтобы... У нас там центр города достаточно забитый. Знаете что? Давайте я для желтых сделаю отдельный подъезд. Чтобы они приезжали, затаривались. У нас тут для желтых есть... Сколько у нас плиточек? 13 плиточек осталось. Три светофора, кстати, что тоже неплохо. А, кстати, у нас... Почему? Мне появился красный, мне даже не сказали об этом. Оп. Выпускаем его. Выпускайте кракена. Вот тут у этого красного я тогда смысла не вижу. Вот этот длинный подъезд сделать. Я думал, что разгрузить эту дорогу, но тут, в принципе, нормально. Повелся еще один синий торговый центр. Зеленый торговый центр, здравствуйте. В ЛА, 200 туристов в ЛА, неплохо. Зеленые, поехали. Ага. Ребятки, сорян. Убираем вот этот... Нет, вот этот мост, наверное, убираем. А, дом не может быть напрямую к мосту подсоединен. Ну, ладно. Но нам, получается, из одного домика целый мост строить, но, в принципе, ладно. Так, еще один моторвай, еще один бридж. Нет, давайте я, наверное... Моторвай у меня до сих пор один не использует. Я возьму еще один мост. Вот, верну его на место, как было, потому что мне нужно тут усилить немножечко... ...трафик. Так, так, я до сих пор не знаю, как мне правильно бы поставить... ...вот эту хайвэй. Посмотрим, как оно пойдет. Пока, на самом деле, выглядит неплохо. Мы еще не дошли ни до одного таймера. Ну, по-твоему. Вот, но и да, тут нужно как-то будет получше потом все это сделать. Нужно, чтобы каждому магазину, по идее, было хотя бы парочка дорог. Вот тут красный внизу, слева. Он такой, немножко на отшибе, но туда все равно ездит. У меня постоянно желание как-то это все оптимизировать, но... Он увеличился, кстати. А зачем нам... Давайте уберем вот эту штуку. Сейчас посмотрим, насколько нам забьет кра... О, здравствуйте. Здесь сделаем красный небо, вот такой. А сюда поставим светофор. Ну, красный так сильно в объезд надо ездить, чтобы... Ммм... Давай сюда. Немножко разгрузим. Чтоб красный сюда выезжали и туда выезжали. Потому что красным нужно сильно в объезд ездить теперь. Так, мне кажется, нам немножечко не хватает голубых домиков. И вот этот тикачий звук, он меня каждый раз пугает. Давайте еще один мотор и сделаем. Я думаю, что, может быть, его сделаем... Ооо, я даже не знаю. Желтый торговый центр. Здрасте. А как? Я не хочу там мост устроить. Построим маленькую объездную дорогу. Она нам очень дорого сейчас обойдется, но... Так. Желтый. Знаете что? У нас есть два моторвея. Давайте мы их... Вот сюда вот так вот сделаем. Один моторвей. Вот так вот. Чтобы желтые могли напрямую в этот торговый центр ездить по хайвею и искупляться здесь. То есть у нас тут куча желтых домиков, чтобы они просто напрямую приезжали туда, в большой торговый центр, огромные закупались и потом ехали к себе, не загружая мосты и все. В общем, хайвей работает и как мост тоже, что приятно. То есть тебе не нужно иметь в наличии мост, чтобы построить хайвей через реку или что-то. Кстати, голубые тоже, получается, пользуются вот этим. Неплохо. Голубые и желтые. Красный, зеленый. Зеленый. Зеленый у нас, в принципе, два домика, один торговый центр. Они не особо в теме. Они живут себе на правом берегу и у них все хорошо в этой жизни. Сорян. Даже красный, я решил пользоваться этим хайваем. Еще один зеленый торговый центр. Офигенно же. Вот этот тикающий звук. О, круговое движение, кстати. И еще один мост. Нет, давайте я возьму... Я не знаю, где меня влепить круговое движение. Давайте я возьму мост. И, возможно, мы где-то сможем облегчить... Жалко, что тут вот никак нельзя соединить по-нормальному. Тут у нас уже целый райончик зеленый. И всем придется сюда. На самом деле, может и не придется. Давайте сделаем вот так. Ну, смотрите, у нас хайвай практически бесполезный. По нему ездят, но по нему ездят не в том количестве, не в том объеме, как мне хотелось бы. С одной стороны, с другой стороны, у нас вроде не такой страшный трафик. Ну, типа, да, они ездят... Ну, вот, да, смотрите, хайваем в основном пользуются желтые. Потому что тут у нас целый райончик, который туда идет. Можно даже вот этот домик сюда. Вот этот домик сюда. И пусть они все туда едут. Красный, на, сюда. И зеленый торговый центр. Почему с выездом сюда? Тут у тебя дорога, но с выездом сюда. Ну, ты нормальный, блин. А, есть синие, есть голубые. Офигеть. Забей. Ты идешь сюда. Где у меня еще домики не присоединены? Они так появляются, что потом их можно и не заметить. Вот этому внизу справа зеленому повезло. Такой домик себе там построил через речку где-то. И тут, бах, ему прямо напротив дома строят торговый центр. Такие, ахахахахаха. И все. Типа, до свидания, шашлычки. Ай, какой бред. На самом деле, не, я же говорю, выглядит довольно симпатично. Можно еще, так, мост и круговый. Давайте я возьму круговый. Пусть будет просто на всякий случай. И можно построить еще один, наверное, е. Красный я сейчас сделаю сюда, чтобы они могли объезжать с двух сторон. А можно сделать еще один. А зачем мне еще один хайвэй? Здрасте. Здрасте. Так, что ты делаешь? Давай вот так. Ну, то есть, не знаю, вот эта штука, она меня немножечко напрягает. Почему в домах можно изменять подъезд? Ну, это же абсолютно логично, что стоили с другой стороны. А в торговом центре изменить подъезд невозможно. Вы же как раз и планируете для того, чтобы людям удобно было туда подъезжать. Так, а какого фига вы делаете? Смотрите, тут сверху такое, получается, маленький этот... Мне походу зелено-желтенький справа. Маленькие кривые улочки. Ну, там практически нет людей. Желтых, слушайте, у нас до задницы желтых, которые стоят и никуда не едут. Хотя, ну, у нас нет потребности, чтобы они куда-то ехали. У нас все желтые выкуплены. У нас проблема с синими, кстати. И синий еще и превратился в большой торговый. Я деревья срубил! Нет! Я думаю, хайвэй будет вот сюда вот идти лучше. Мне нужно, чтобы синие хорошо приезжали. Вот, синие сейчас будут приезжать из этих домов. Давай вот сюда же его. Вот сюда ехать и по хайвэю ехать прямо сюда. А еще один... Здесь нет, я возьму 30 этих, потому что у меня есть еще один внутрород. Где бы мне кольцо поставить так, чтобы удачно? Может быть... Ага, здрасте. Так, хорошо, я вас понял. Второй моторвей ставим. Так, у нас проблема с голубым торговым центром. Вон там, смотрите. Какая-то ачивка пришла, извините, не заметил. Открываем еще одну дорогу. Нет, 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 что ты делаешь? Ты у нас идешь сюда. Да, мы вот тут вот еще одну дорогу открываем, чтобы разгрузить немножко трафик вот здесь. Блин. Надо сюда еще и зеленых. Стоп, у меня резко стали большие проблемы. Давайте мы еще сюда круг поставим. А как я вам сюда зеленый? Вот все зеленые здесь в пробке стоят. А, вот оно лопнуло, ладно. Тайл минут, you store out tiles. А, две чипочки еще приехали. 934, кстати, человека мы перевезли. Ну, я считаю, это хороший результат. Я, кстати, в какое-то время засмотрелся. И там сколько было? 100 с чем-то, 200 с чем-то. И потом почти тысяча людей за 70 дней перевезли. Престартный классик. Так, подождите, менюшечка. Тут, кстати, нету деликов, что жаль. Так, вот, да. Лучше 934 в Лос-Анджелесе. У нас открылось почему-то аж здесь. Дар-эс-Салам. Извините, не знаю, где это. Мюнхен, Цюрих, Манила, Рио даже. Тут достаточно большой список городов. Прикольно. В следующий раз тогда пойдем в Пекин. Я не знаю, короче, что мне с этим делать. Тут нету деликов. Нет, подожди. Как мы с вами будем поступать? Мы будем играть по две каточки? Или мы будем играть по одной? И не слишком ли вам это долго будет? Потому что получается, одна каточка на полчаса в среднем. Вот как я сейчас вижу по геймплею. Ну, в общем, пишите свое мнение по этому поводу. Мне интересно было бы узнать, насколько нервов у вас выдержит это смотреть на одну катку или нет. Потому что, мне кажется, это немножечко покомплексней. Это немножечко посложнее в том смысле, что тут надо больше всего учитывать и больше как-то надо делать. Но эти катки идут немножко медленнее, чем в метро. Потому что, опять же, тут надо больше чего делать. Так что, давайте пока что сделаем так, что метро у нас будет выполняться дейлики в следующий город. А здесь мы будем просто брать пока что по одному городу. Или же я слушаю ваши предложения. Поэтому, пока так. Все. На этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра, все молодушек. Всем богеда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»